Приветствую вас. Я думаю, что ничего исправлять вам в этом смысле не надо. Думаю, что вполне достаточно было бы для вас научиться просто быть собой. То есть, вполне достаточно, как мне кажется, для вас, ну, какого-то, знаете, умения, что ли, умения, умения быть самой собой. То, что, как мне кажется, сейчас вы не умеете, сейчас, мне кажется, вы не умеете быть самой собой. И вот это, наверное, такой ключевой момент, что вы хотите что-то исправить, но как бы не совсем здесь происправить. Здесь больше про то, чтобы вам получать удовольствие от наслаждения, от существования вашего. Понимаете? Вот. Это не про, как мне кажется, что-либо исправить. Да? То есть вам не хватает, может быть, навыка научиться обращаться со своими ресурсами, со своей энергией, вот. Так, чтобы получать от этого наслаждения. Вот. Если это так, то это, в принципе, более чем понятно. И страшного в этом особо ничего нет. То есть, нужно вам и нужно вам в этом, в принципе, помочь. Я думаю, что при должном подходе это достаточно быстро реализовывается. Вот. Другой вопрос про действительно ваши механизмы защиты. Другой вопрос про действительно может быть ваше принятие себя такой, какая вы есть. То есть, принятие в себе определенность, действительно, сентиментальности может быть. Принятие в себе действительно может быть какой-то эмоциональности, принятие в себе действительно каких-то особенностей и размещение этого в пространстве. Размещение этого в контакте с другими людьми. Вот. Это действительно может быть свой. В вашем тексте, где вы задаете свой вопрос, настораживает несколько, я бы сказал, моментов. Да? Первое. Вы говорите, что все считают меня, сентиментальный, конфликтный, скандальный и сентиментальный. Вот. Кто все, во-первых. Кто эти все? Кто эти люди? Второе. Условно говоря, как считаете вы? Сами. Потому что вы можете быть в принципе кое-какой угодно, если вам идут хорошо. Вот. То это совсем, знаете ли, другой разговор. Если вам этот у вас не очень хорошо, это опять же, знаете ли, совсем другой разговор. Поэтому, на что нужно обратить внимание, это в первую очередь то, насколько вы чувствуете себя сами, с собой в этом состоянии. Состояние, когда вы как утверждается некоторыми людьми, да? Состояние, скандалы, скандалы, конфликтные и сентиментальные. То есть тут как бы вот не совсем понятно, кто это считает, как это все происходит, да? Вот. И какие у этого нюансы, вот. Потому что есть разные ситуации, если вы на определенные ситуации реагируете через конфликт, да? То это одно дело. Если вы просто так конфликтуете, к примеру. Вот. Ну, там, например. Ну, допустим. Да, там если вам страшно, например. Вот. Что-то немножко другое уже. То есть в некоторых случаях конфликтовать можно и нужно. Потому что если вы не будете конфликтовать, вы себя не сможете защитить. Вот. Понимаете? Так что усилийцы. Как-то вот не все. Я бы сказал. Однозначно. Полный мир. Вот. Поэтому хотелось бы обратить, конечно, ваше внимание на данный аспект. Вот. Чтобы вы попытались отделить ему внимание. Ну, чтобы вы попытались отделить ему именно свое внимание. Да? Скоро вот, я убит его, да. Вот. А банка было на этом. У меня нет никакого. Конфликтность историй про болезненную реакцию на позицию другого восприятия, соответственно, этого как угрозы. Он по себе. Он по себе. Он по себе. Он по себе. по крайней мере взгляд, да, то есть как вы сами относитесь к тому, что, вот, конфликты, ну, конфликты ведь, вот, как вы сами, как мы относитесь. Дальше. Скандалы. Скандал человек никогда просто так не устраивает. Скандал. То есть нужно понимать, что скандалы мы, как правило, из-за страха, скандалы мы, как правило, когда хотим привлечь к себе внимание, вот, что, кстати, более чем адекватная позиция, потому что по-другому, вероятно, мы не умеем, вот. Ну, по-другому, вероятно. Сентиментальность. Сентиментальность это довольно интересно. Момент, потому что, потому что сентиментальность это характеристика, как мне, кажется, предельно субъективна. Для одного человека может быть сентиментальным. Одно для другого человека сентиментальным может быть другое, для третьего человека сентиментальным может быть четвертым. Вот. То есть очень много моментов может быть воспринято как сентиментальность. Но является ли от этого сентиментальность сентиментальностью, ну, на мой взгляд, совершенно не факт. Поэтому можно, фактически можно вести речь про некоторую эмоциональность. Вот. Эмоциональность, ну, например, вашу эмоциональность, да, вот, вашу личную эмоциональность. Можно говорить об этом. Да, можно. Можно говорить о том, что вы эмоциональны. Если вы эмоциональны, то вполне вероятно, что... Такова. Эм... Ваша природа и... Делать с этим... Ну, вообще говоря, ничего особо и не надо. Да? Вот. Научиться просто использовать это себе на благо. Вот. Научиться как-то вот этим пользоваться. Вот. То есть, ну, чтобы вам это было... Ну, чтобы вам это было на пользу. Вот. И, в принципе, все. Этого, вот, будет, будет более чем достаточно в большинстве случаев. Вот. А там, когда эмоциональность, эмоциональность, когда есть эмоциональность, вы перестанете. Пытаться... Пытаться... Контролировать и держать. Там уже... Вполне может быть... Вещи. Весь은 замки... Весьて... Весьма... Весьма... Весьма это за образом. Ну, как вам дайкック, а ты уже по метров? Профессор, вы будете обращивать. На самом деле. Мечальность, вы будете с вами с вами. Благодарим свое таком. Вот, что я хотел вам сказать по поводу сентиментарности. Дальше. Даже если это так, что мне делать? Учиться работать со своими чувствами. Дальше. Отношения с людьми строить не умею. Ну, что вы понимаете, под отношениями. Вот. Вообще. Мне кажется, это было бы важно понять. Вот. Что такое для вас отношения, что есть для вас отношения. Вот. Что значит строить отношения. Вот. Как вы их сейчас уже строите. Вот. Это все очень важно для понимания вас, для понимания того, какая вы. И для понимания того, чем мы можем вам помочь. Вот. У вас сегодня задается несколько странный вопрос. Что это? Что это что? Отношения или постоянные отношения. Как это исправить? Исправить что? И для чего? Да? То есть чего вы хотите за приток? Вот. Все, все, все. Что вам нужно? Вот. Я вот. Почему? Я думаю. Это не так, что. Я вот так сейчас. А вот. Я. И. И. А. Я. увидеть, потому что это важно, если вы будете, к примеру, работать в этом направлении, если вы будете пытаться что-то делать, если вы будете пытаться как-то вот двигаться туда вот, в сторону как раз этих изменений, то вам конечно понадобится какой-то вот, ну какой-то ориентир вам потребуется для того, чтобы движение шло, вот, без ориентир как-то не очень. Возможно сейчас вас в какой-то степени пугает эта история, потому что вы думаете, что вообще вы какая-то плохая и к людям не подходите, но часто бывает так, что этот вопрос еще и окружение, в той или иной степени, это вопрос окружения, на самом деле вопрос окружения, потому что если выбрали вы человека, в котором вот хотите общаться, например, а он не хочет общаться, или хочет общаться, но вот не понимает вас, допустим, да, вот, а вы, вы бьетесь, чтобы он вас понял, вот, конечно это тяжело, вне всякого сомнения до друга, вот, потому, на мой взгляд, так важно не уходить полностью вот в эту историю, что что-то со мной не так, что какая-то я вот не такая, какая-то я вот странная, да, и так далее. Очень важно в эту историю не уходить, очень важно сохранить сохранить, ну, себя, да, сохранить себя, сохранить свою, какую-то вот, значит, целостность, вот, сохранить, свою индивидуальность обязательно, вот, потому что, ну, в противном случае, все это может закончиться, для вас достаточно плохо, вот, как мне кажется, как мне это видится сейчас, вот, и, наверное, очень важно не ставить себе глобальных целей, потому что, я не знаю ни одной истории, когда глобальные цели, какие-то, какие-то вот, ну, такого рода цели, да, приносили человеку что-то хорошее, что-то хорошее, да, вот, я таких слушал, не знаю, поэтому, если вы на самом деле хотите чего-то добиться, да, если вы на самом деле хотите что-то в своей жизни поменять, то, наверное, имеет смысл начать исследование, просто исследование себя, вот, что мне не нравится, что мне нравится, ну, вот, просто вот в рамках, в рамках, своей, вот, текущей позиции, в рамках своей текущей жизни, вот, например, вот, вы говорите, что, там, все говорят, все говорят, очевидно, что вас окружают, там, определенные люди, вот, ну, давайте разберемся сначала с тем, что это за люди, какие значения, какое значение для вас имеют, имеют эти люди, да, например, насколько, вот, вы кардинально ставите этих людей, грубо, выше себя, да, насколько вы себя занижают каждый раз, вот, что вы чувствуете, допустим, когда происходит, например, скандал, или что вы чувствуете, когда происходит, например, ссора или что вы чувствуете, когда появляется конфликт, да? Вот. То есть это, на мой взгляд, вещи вполне важные, такие. Вот. И вам на это можно и нужно обратить внимание, вот. При условии, если вы хотите что-то изменить в своё жизнь, конечно. Вот, наверное, как-то так. Так. Повторюсь. Повторюсь. Хочу повторить очень такую важную, надеюсь, вещь, что за чего. Психолог исправлять вам не будет. То есть, ну, вот не занимаются психологами, а исправлением всего-то. Психологи занимаются коррекцией. то есть, учить человека, замечать в себе какие-то вещи. Замечать, знаете, какие-то вещи. Вот. И, на мой взгляд, это то, чем вы занимаетесь. Если вы следуете себя, пытаетесь понять себя, да? Вот. И дальше уже смотрится, а что мне теперь с этим делать? А как я могу этим условно распорядиться? Вот. Вот. Я чувствую, например, эмоционально, да? Ну, к примеру. Я чувствую, например, какие-то эмоции. И вот, что мне теперь с этим делать? Как мне двигаться? Вот. Как я могу с этим обратиться? Что я могу с этим сделать теперь? И вот это такая очень важная штука на самом деле. как мне кажется. Вот. На мой взгляд, от того, как вы используете ЭПА, от того, как вы выбираете, что делать с тем, что с вами происходит. И от того, насколько вы осознаетесь, что конкретно с вами происходит. И будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Но мне кажется, что вы пытаетесь изо всех сил, пытаетесь, по вашему мнению, наверное, удобным для вас способом, как вам кажется, подстроиться под людей. Другой вопрос, что не под всех людей можно подстроиться. Вот. Не под... Не под... Ну... Не под... Не под кад... Можно подстроиться. И... Не под всех нужно подстраиваться. Вот. Тоже... Важно... Как... 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 Мне кажется... Понимать. Вот. Вот. Поэтому... Определенные неудачи у вас... Конечно... На этом пути будет. Будут. И... На этом, конечно, нужен психолог, чтобы вас поддержал, чтобы вам помог. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Попробую. Попробую.